Хирургический корпус Щёлковской областной больницы вернулся к доковидному режиму работы. Год назад приёмное, хирургическое и реанимационное отделение в этом корпусе переключились на приём больных с коронавирусной инфекцией. Щёлковские врачи тогда спасли сотни жизней. И теперь, когда число больных COVID-19 уверенно идёт на спад, медработники вернулись на свои места для оказания плановой помощи. Сергей Малыхин руководит отделением анестезиологии и реанимации. Всё время находился на передовой в борьбе с COVID-19. Принимал больных с тяжёлыми осложнениями. Говорит, от пандемии больница получила как минусы, так и плюсы. А главное – бесценный опыт в лечении болезни, о которой год назад не было известно почти ничего. Мы должны были в течение достаточно краткого времени перепрофилировать стационар в обратно, в чистую зону, в связи с окончанием пандемии. Мы получили незабываемый опыт по работе с новой инфекцией. Это, во-первых. Во-вторых, получили очень много нового оборудования. На сегодняшний момент заменены все аппараты искусственной интелляции лёгких. Они у нас все новые. Мы получили 18 аппаратов. К началу пандемии реанимационное отделение располагало шестью койками, что было явно недостаточно. Тогда руководство больницы приняло решение расширить коечный фонд ещё на шесть мест за счёт вспомогательных помещений. О ковидном периоде в отделении анестезиологии и реанимации будет напоминать разве что дополнительное помещение. В нём разместилось шесть коек. Отделение тем самым увеличилось вдвое. Это позволяет принять больше пациентов. Вернулось в свои стены хирургическое отделение на 75 коек. В пандемии его мощности были распределены. Больных COVID-19 оперировали в закрытом корпусе. Людей с неподтверждённым диагнозом в чистой зоне. Врач-хирург Александр Черняев в пандемию работал в изолированном корпусе. На счету специалист около сотни операций, преимущественно на брюшной полости. В этом крыле было ковидное хирургическое отделение, которое занималось хирургической помощью пациентам, страдающим коронавирусной инфекцией. Здесь же проводились хирургические операции, достаточно сложные в том числе. И, в общем, к счастью, успешные большинство из них. Вы знаете, когда человек возвращается домой, ему приятно всегда, на самом деле. Это наш дом. Заместитель главного врача по хирургии Николай Иванов тоже оперировал в пандемию. С гордостью рассказывает о возможностях отделения. После возвращения врачей на свои места, сложные операции здесь теперь выполняют в полном объёме. Какими возможностями обладает хирургическое отделение сейчас? Вы знаете, на сегодняшний день ничем хирургическое отделение не уступает ни московским отделениям, ни ведущим клиникам страны. Выполняются в полном объёме лапароскопические, эндоскопические операции. По каналу обязательного медицинского страхования к нам госпитализируются все пациенты, помощь получают. Итак, запись на плановые операции снова открыта. Сложные реконструктивные операции на толстой кишке, пищеводе и других внутренних органах – это то, в чём особенно преуспели щёлковские хирурги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова